Ко одно слово, пришествие, и на нем строят свою секту. Начинают сразу разгадывать, в какое время он придет. До одного дня. Предсказали 21 марта 1841 года, а он не пришел. Делают пересчеты, находят ошибку в слове в полночь, один год. Полдня мы пропустили, еще полгода накинули, тогда в октябре. Но опять Христос не приходит. То есть это самые истинные, стопроцентные еретики. И плюс к тому пророки лживые. А были такие в те времена? Да, были. И церковь все это предусмотрела, как дальше люди будут вести себя. Деяния апостолов 20-20. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно. И по домам. Сегодня ни один, быть может, священник не может сказать, положа руку на сердце, перед Богом не кривя душою. Я не упустил ничего. Не просто, что занарядили нам читать. И вообще ничего не пропустил. Притом нужно очень тонко реагировать на события сегодняшнего дня. Сегодня выборы. А тогда выборов не было. И вот назначили царя. Переворот произошел. Уже не род стоит у власти. Завтра Дракула пришел. И послезавтра Декий. А сейчас выбирают. И голоса за счет бомжей, за счет пьяниц, за счет уголовников имеют набирать. Ныне все до единого уголовники. Как мне начальство тюремное жалуется, все сто процентов проголосовали за нового губернатора. Итак, избранник уголовников будет царствовать над нами. Бывает и так, хотя здесь голосовали. А тогда было не так, а как занарядило Слово Божие. Полностью все, что в Библии ты должен коснуться конкретно. Некоторые рабы страстей говорят. А что особенного, я волосы подкрашиваю. Пророк Исайя об этом говорит. И сурово осуждает. Исайя, 3 глава, 23 стих. И будет вместо благовония зловония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плеш, и вместо широкой епанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Немного накручу. Такие приборы... Нету, Инатий Васильевич. Они любят кудряшки назвать благоритеть. А раньше времени... Брежь подмышками. Брежь подмышками. Но, скажешь, чего особенного, у христиан не было подобного. И пророк об этом говорит. Из Икииля, 13-18. И скажи так, говорит Господь Бог, горе, сшивающим чародейные мешочки подмышки, и девушками покрывало для головы всякого робота, чтобы уловлять души. Неужели уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Ты читай, не упусти ничего, хотя это кажется мелочью. Да, по-нашему мелочь. Подумаешь, сказал одно слово не так. Неужели из этой скалы? А Бог сказал, скажи в скале своего любимцу, тайнозрителю, который Бога видел лицом к лицу, ибо только об одном человеке в мире было так написано. Второзаконие 1.37. И на меня прогневался Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда. Ты не точно выполнил мое слово. 1 царство, 15-20. Вот что значит не вовремя? Ибо не поклонность есть такой же грех, что я вошел. Они тогда обеда будут непояные. И противление тоже, что идолопоклонство за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя. Ты своему Я поклоняешься больше, чем Слову Божьему. Ересь всегда подается в сладкой конфетной обердке. Вот какая рыба сегодня у нас. И змей вплотную поступил к Еве. Не сказал Бог... 20 с лишним сантиметров, 25. Неужели от себя лечить нельзя? То есть главное вступить с Ним в разговор, а дальше он начинает вставлять свои коррективы. Нет. Ты неправильно поняла. Ты неправильно расслышала. Особенно женский слух. Ведь женщина обольщается в основном невидением, ибо иногда женщина отдает свое сердце и свое тело самому уродливому. Женщина ушами любит. Это все психологи знают. И поэтому змей с Евой заговорил, а потом она уже увидела дерево прекрасное. И вообще дорисовала. Вот эту секту, какая сейчас в городе атвентисты седьмого дня образовала женщина. Такую секту очень трудно найти, ибо везде организовали секты мужчины. Здесь женщина. Елена Уайт. И эта секта началась с же пророчества Уильяма Миллера. Ни баптисты, ни кто другой, а только они начали так позорно свое существование. Лютер желал перевести Библию на немецкий язык, чтобы понятно было, чтобы люди знали Слово Божие, то есть у него были очень благие намерения. И Арий благие намерения имел, чтобы точно по Слову Божию учить и жить. Еще два часа до рассвета. Голуби там спят. А тут я вынужден их разбудить, появляется. Павел говорит, я ничего не упустил. Если бы появились такие еретики, то Павел бы сказал, конкретно по пунктам провел, я ничего не упустил полезного. Если бы я не сказал, то вы бы погибли, а я бы за вас отвечал. Гибель каждой души по моей вине из-за того, что я не учил, не предупредил вас об опасности грозящей. Это пролитая кровь. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем. И я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Из Икииля, 3 глава, 18-19 стихи. Насколько вопросов отвечать им мог? Тысячи, если ничего не пропустил. Чтобы ничего не пропустить, это нужно очень хорошо знать политическую, экономическую, социальную, семейную обстановку. И мы находим все это в его посланиях, которых только 14 сохранилось. Мы точно знаем, что их было больше, как он пишет в послании к Колоссянам. Чему не учил бы вас всенародно и по домам? Всенародно – это на площадях, а по домам – это у каждого собирались, где они могли. И при том учил одинаково, не так, как еретики. Чему учит еретик во дворце спорта и чему дома? Это как небо и земля отличаются. Они мне так и сказали. Да, нас предупредили власти. Они подписались, как бы, ни одного лишнего слова против православия, против власти нигде не сказать. То есть лжепророки всегда со связанными языками. Так и ваши. И наши такие, в первую очередь, наши такие. Вот отсюда сергианство, отсюда предательство. Духу Божию нет простора. Мы умом связали себя. Это я скажу, мне будет вредно. Это скажу, меня уберут отсюда. А если ты не скажешь, ты вообще не нужен. Тебя Бог уже убрал. Ты один раз скажи, как Иоанн Креститель, и пойди в темницу и на Ишафот. Деяние апостолов, 20 глава, 21-22 стих. В Красном я отметил самец. Это был он, мужчина. А это его с одного гнезда. И вот ныне я повлечения тупо иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Все Павел знает. А вот что с ним дальше будет, того не знает. Бог специально это сделал, чтобы не ослабить его руки. Если бы я знал сегодня, вот сейчас, в данный момент, что кровля обрушится, я бы не проповедовал. А если бы она обрушится, то я хотя 20 минут успел бы сказать, подготовить вас ко встрече с Господом. Поэтому Господь не скрывает от нас последние минуты нашей жизни. Мы ходим к еретикам.